Всем привет! Говорит Ипоказ Михайлович. Сегодня мы находимся на центральном стадионе города Абакана. Буквально через несколько минут прозвучит знаменитый марш Блантера и начнется товарищеская встреча сборных команд по футболу Тывы и Республики Хакасия. Итак, ждем! Ваши аплодисменты! Сборная Республики Тыва! Сборная Республики Хакасия! Вспоминая строки из публикации последней Анзора Сабанова, который рассказывал о том, что футбол – это спорт номер один в мире, а в Хакасии этого никогда не было, то я должен не согласиться. Было и еще как было. Уже в 1942 году состоялась товарищеская международная встреча по футболу между сборными командами Тувы и Хакасии. В эту встречу победили наши земляки со счетом 6-3. Особую популярность эта игра привела в послевоенные годы. И действительно, футбол стал спортом номер один в Хакасии, в городе Абакане. Играли везде. На каждой улице была своя команда. Пацаны собирали команду и выезжали в пионерские лагеря. Там проходили товарищеские встречи. Появились первые клубные команды. С особым преддыханием мы ожидали встреч традиционными соперниками. Команды механического завода «Торпеда» во главе с Анатолием Ивановым, по кличке Зубила и командой «Локомотив». Восторг и восхищение вызывало, как молодые пацаны, уже играя в современный технический коллективный футбол, сопротивлялись с грандом хакасского футбола командой «Торпеда». Ну и, конечно, легендой нашего города Северина был нападающий команду «Локомотив» Анатолий Ольховик. Этот человек благодаря трудолюбию, терпению, настойчивости добился того, чтобы карьеру свою закончил в популярном центральном спортивном клубе армии в городе Москве. А еще параллельно проходил чемпионат Хакасии, в котором принимало уже более десятка команд. По мастерству эти команды разбиты были на две подгруппы. Но известными командами, наиболее популярными были команда «Торпеда», команда «Локомотив», «Строитель», команда «Тасхил» из «Асхиза», «Заря» из правительной тудовой колонии 35. Люди всегда с умилением смотрели, когда играла команда «Заря». И на эти встречи подвозили болельщиков с исправительной колонией. Учитывая такую популярность, в 68-м году Федерация Футбола Советского Союза принимает решение допустить команду города Абакана к участию в чемпионате страны среди мастеров класса «Б». Учитывая большой интерес к футболу, команда приезжает со сборов, «Горожане ждут с нетерпением начала встречи. И надо же такому случиться. В день проведения встречи утром проходит проявной дождь. Поле приглашается в одну сплошную лужу, посреди которой стоят футбольные ворота. Конечно, никакой речи о проведении матча в такой луже даже нельзя было вести. Но решение было найдено. Уже к обеду над полем закружили пара вертолетов и начали осушать поляну. И в 6 часов за час до начала игры стадион был заполнен болельщиками, а их было где-то примерно около 10 тысяч. И началась встреча. Конечно, первую встречу проиграли шахтеру Прокопьевска со счетом 0-2. Но, тем не менее, получили большое удовольствие. А то, что произошло с вертолетами, так у нас союзный сатирический журнал «Крокодил» подал эту информацию в своем журнале как событие в мировом футболе. Потому что до такого додуматься могли только влюбленные люди в футбол. И вот уже команда отправляется в Дальневосточное турне. И здесь происходит невероятное. На протяжении двух недель на стадионе ежедневно работают около 100 человек, студенты, рабочих заводов и фабрик. Что они делают? Они укладывают дерн. И вот когда команда возвращается с Дальнего Востока, она видит поляну примерно такой же, какой она выглядела в то время в Лужниках. И, конечно же, радость болельщик города Абакана продолжалась недолго. Отыграв пару сезонов, команда сошла с дистанции. Но радость, то ощущение праздника на долгие годы остались в душах наших абаканцев. И еще один удивительный факт из истории футбола нашего города. В 1993 году была организована команда «Реформация» при церкви прославлению Богу. И которая содержалась в первое время на пожертвованиях прихожан. И вот эта команда в конце 90-х годов завоевала право тоже участвовать в чемпионате страны по футболу. Но здесь еще был, ожидал сюрприз. Однажды на очередной игре на фуле появляются сразу два футболиста, представляющих Бразилию. Два бразильца натуральных футболиста. Конечно, команда «Реформация» тоже долго не продержалась. Вся проблема в том, что некому было финансировать. Но, тем не менее, три попытки у нас было. Ну, а теперь, вероятно, будем ждать четвертую. А почему же сегодня у нас потерян интерес к игровым видам спорта? К футболу, к хоккею. Ну, сразу же ответ. А кто у нас занимается популяризацией этих видов спорта? Анзор Сабанов? А дальше кто? Больше никто. В марте прошел финальный турнир по хоккею с мячом в Бабакане за право выступать в Суперлиге. Было представлено 11 команд, победителей зональных турниров. Кто об этом знал? Вспоминаем тот случай, когда мы проехали по городу, мы не увидели ни одной афиши. И даже на стадионе, при входе стадиона, ничто не оповещало о том, что предстоит такое крупное событие. Не было ни пресс-конференции, ни интервью тренерами, спортсменами. И о турнире и таблице, по которой мы следили за событием, мы могли турниру и таблицу найти только на сайте Федерации хоккея с мячом России. А я помню, как в глубоком детстве, о любой простой даже товарищеской встрече между городскими командами знал весь город. Пацаны развешивали моментально афиши по всему городу. Даже первое время были намалеваны на газетах. Эти афиши висели по всему городу. Весь город знал, что встречаются такие команды. Не было ни Министерства спорта, не было Федерации хоккея с мячом, а футбол и хоккей были. Круглосуточно работал стадион, легендарный стадион Торпедо. Кудница талантов Хоккайсии. Это здесь, под руководством Юрия Лебедев, оттачивали свое мастерство юные теннисисты, которые принесли славу нашей Хоккайсии. В том числе легендарная теннисистка, чемпионка Европы Ирина Запивалова. Здесь оттачивал мастерство серебряный призер чемпионата Советского Союза по легкой атлетике среди юниоров Николай Кравец. А также это была кузница мастеров русского хоккея. Десятки спортсменов были здесь подготовлены, которые украшали впоследствии лучшие команды страны. Стали известными тренерами, такие как Ярахтин Евгений, Николай Кадакин и многие другие, всех не перечислишь. А что сегодня? Стояны выиграли заключительный турнир среди команд высшей лиги. Они получили право выступать в Суперлиге в следующем сезоне. А что мы знаем об этом? Как сегодня формируется команда? Как формируется заново молодежная команда? Будет ли в городе искусственный лед? И вообще, что-то делается сегодня? Будет команда играть? Кто-то это может нам рассказать? Ну а сегодня мы присутствуем на интересном матче. И думаю, что это послужит начало возрождения футбола. А может быть, и даже как-то подействовать на популяризацию другого вида спорта, игрового хоккея с мячом. Итак, вы смотрели канал Говорит Апоказ Михайлович. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пишите, ставьте лайки. До свидания. Желаю всем удачи. Продолжение следует...